то цифры такие. Около 75,4 опрошенных боятся дальнейшего экономического падения и боятся нищеты. То есть свыше 75% наших опрошенных, то есть наших сограждан, они боятся нищеты. И в этом контексте мы с вами понимаем, что это говорит о чем? О том, что проблема бедности – это, наверное, одна из ключевых проблем, которую правительство должно преодолевать и которым оно должно заниматься. У нас очень много до этого говорилось об бизнес-климате, о вещах, связанных с продвижением бизнес-проекта. Но на самом-то деле мы должны с вами понимать, что большой бизнес, большие инвестиции не придут в Украину, если они будут видеть здесь сокращающийся внутренний рынок, если они будут видеть здесь ситуацию, когда граждане не могут обеспечить себя даже на каком-то минимальном уровне. Потому если мы говорим о реальной экономической стратегии, то она должна начинаться, вот мы видим и при результатах исследования, именно с борьбой с бедностью. Потому что этот страх, свыше 75% опрошенных боятся бедности, боятся возможной бедности, боятся нищеты. Это показатель того, что люди в таких условиях меньше потребляют, очевидно. Если даже у них есть какие-то дополнительные доходы, то они скорее будут не потреблять, а их откладывать. А это, в свою очередь, будет иметь долгосрочные негативные последствия для социально-экономического развития нашей страны. Потому что вот эта цифра, на самом-то деле 75%, она, я думаю, в какой-то мере отображает одну из ключевых проблем, которые есть сейчас у нас в стране. Вторая цифра, на которой я остановлюсь, это то, что свыше 58% опрошенных боятся дальнейшего обесценивания украинской валюты гривны. Но, я думаю, ни для кого не секрет, что, опять-таки, в третью годовщину Майдана мы можем подводить некие, пусть это не окончательные, но все равно некие итоги, валютной финансовой политики, которая у нас происходит в стране. И не секрет, что проблемы с валютой, обесценивание валюты, это одно из ключевых проблем, которые каждый из нас, на самом-то деле, каждый день платит со своего кармана. То есть, если мы возьмем, например, те же цифры инфляции, мы понимаем сами, что инфляция пока что не остановлена. И то, что граждане боятся дальнейшего обесценивания валюты, связано с тем, что граждане гривны, связано с тем, что граждане понимают, что дальнейшее обесценивание приведет к тому, что их и так, на самом-то деле, достаточно сокращенные расходы на потребление, они могут быть еще более сокращены. Плюс это действительно может вести к тому, что национальная валюта у нас в таком ракурсе может, возможно, даже не будет рассматриваться гражданами как надежный источник для накопления. Потому что я просто вам напомню недавний скандал с электронными декларациями, когда оказалось, что у нас значительная часть политикума тоже почему-то держит деньги, свои сбережения, если держит у себя в квартирах, в домах, то держит почему-то не в национальной валюте. Почему-то мы увидели валюты других стран. Но это в какой-то мере и связано с ситуацией, когда недоверие к национальной валюте, оно на самом-то деле в дальнейшем провоцирует недоверие к тому, чтобы сохранять национальные валюты, а, соответственно, провоцирует общее недоверие к финансо-экономической политике в стране. Соответственно, если мы говорим о неком возможном необходимости восстанавливать доверие в этой отрасли, то очевидно, что нужно восстанавливать доверие к финансо-экономической политике и к регулятору финансо-экономической политики – это национальному банку. Тем более, что если мы вспомним с вами Конституцию, то по Конституции именно национальный банк несет прямую ответственность за курс национальной валюты. К сожалению, часто мы слышим от отдельных представителей страны национального банка желание не нести ответственность за курс валюты, и это, кстати, тоже одна из таких причин, почему у нас граждане считают, что, наверное, стоит хранить часть сбережений, если они вообще есть, не в национальной валюты. То есть это, на самом деле, очень опасный нюанс, опасный сценарий, потому что мы с вами понимаем, что высокая долларизация экономики Украины, она в какой-то мере способствует дальнейшей усилении теневых тенденций в экономике Украины, и тем самым, на самом деле, не способствует выходу Украины из социально-экономического кризиса, потому что граждане, которые скорее потребляют в серой зоне или сохраняют часть средств в серой зоне, в итоге платят меньше налога, в итоге сокращаются поступления в бюджет, и, в общем-то, это отражается дальше на всей социально-экономической политике в стране. Третья цифра, на которой я остановлюсь, это цифра, связанная со страхом в контексте власти и в отношении власти. Свыше 45 опрошенных боятся коллапса власти и боятся дальнейшего углубления кризиса. При этом они связывают дальнейшее углубление кризиса с возможным усилением политического противостояния в стране и с возможным риском нового Майдана. Во многом, я думаю, что эта цифра, кстати, в дату годовщины Майдана, она свидетельствует о том, что в большом разочаровании граждан того направления, которое приняла политика после Майдана. Ведь не секрет, что многие граждане ожидали, что политика после Майдана – это будет измененная политика, в том смысле, что власть предложит гражданам новый социальный контракт, и новый социальный контракт, который будет состоять в том, чтобы граждане могли намного чувствовать себя защищеннее в Украине, и чтобы граждане видели, что власть действительно во многом работает на граждан. Я просто вам напомню лозунги, которые часто звучали в то время. Это то, что Майдан контролирует, нужно контролировать власть. Но, к сожалению, мы видим, что прошло три года, и это разочарование тем, что граждане чувствуют, что они на самом деле не контролируют власть, а скорее они являются для власти неким объектом влияния, он ощущается все больше. И плюс во многом эти цифры, почти половина опрошенных, граждане ощущают, что их социально-экономическая ситуация от новых политических потрясений может только ухудшиться. То есть получается, мы на самом деле оказываемся в такой сложной развилке. С одной стороны, мы видим, что граждане боятся бедности, они не очень доверяют институтам власти, с одной стороны. С другой стороны, граждане понимают, что дальнейшее политическое обострение в стране может вести к тому, что они утратят даже некий уровень дохода, который у них еще сохранился. И это, на самом деле, говорит на нам о том, что некая такая стагнационная ситуация в нашей стране. И это, кстати, вот когда часто спрашивают, я думаю, вы неоднократно слышали эту тему, которая поднимается, возможно ли третий Майдан. На самом деле, мы даже с вами понимаем, что третий Майдан, он был бы возможен в том случае, если бы граждане ощущали, что вот есть некая позитивная картинка. Вот здесь что-то стоит поменять, и вот сразу жизнь наладится, как было у нас во время первого и второго Майдана. Вот вспомните, первый Майдан, граждане считали, что вот сейчас будет новый президент, и он сможет значительным образом поменять картину, повлиять на политику. Во время второго Майдана граждане считали, что вот сейчас подпишут Евроассоциацию, и очень быстро произойдут изменения. Сейчас во многом есть у граждан, скорее вот эти данные нам свидетельствуют, страх от будущего, страх от изменений. И я думаю, что вот этот страх при отсутствии позитивной картинки, он может влиять к тому, что мы, в общем-то, о таком феномене, как третий Майдан, пока что говорить сложно. То есть мы, возможно, видим некое усиление политического противостояния, возможно, усиление фонового недовольства. В общем-то, я думаю, результаты опроса об этом свидетельствуют, недовольство работы властью. Но при этом вот третий Майдан, он скорее вызывает у значительной части граждан страх. Страх того, что, в общем-то, это будет означать дальнейшее ухудшение их уровня жизни и утрата даже того уровня, который у них есть сейчас. Но на самом-то деле, по какой-то мере, это означает для власти, что граждане все равно, они скорее надеются на то, что некая стабильность со временем может привести к улучшению ситуации. Потому что я думаю, что если мы говорим в этом контексте о власти, это означает, что власть должна действительно постараться гражданам предложить такую картинку, если она, конечно, способна на это, предложить такую картинку. Потому что мы уже с вами видим, что политика и частые разговоры о затягивании поясов и так далее, они для граждан уже не работают. Прошло слишком много лет, и граждане понимают, что, в общем-то, откладывать свою жизнь на длительную перспективу через 10 лет, даже через 5 лет, в общем-то, граждане не намерены. Но в то же время, вот этот страх возможного обострения ситуации, он говорит о том, что есть разочарование той политикой, которая проводится. Я думаю, что для власти в этом вопросе нужно быть очень внимательным к таким вещам, потому что это связывается о том, что вот это разочарование, эти страхи, они со временем могут привести к тому, что, в общем-то, власть удратит последние остатки доверия, да, вот которые, вот коллеги уже говорили, результаты, в общем-то, вот эти остатки доверия, они, в общем-то, легко и просто в этом вопросе растают, да, если эти тенденции сохранятся и будут нарастать. Продолжение следует...